Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Разбогатей или сдохни». Я серьезно спрашиваю? Я гангстер-рэпер. Маркус с корешами поехал на дело. Они вооружились до зубов и вломились к местному криминальному авторитету, чтобы обчистить его контору. Маркус предупредил своих ребят, чтобы не палили почем зря, но Бама не удержался и пришлось вправить ему мозги. Этот неуравновешенный перец заортачился и чуть не устроил перестрелку со своими же. В этот момент из соседнего помещения выскочила женщина с дробовиком и прогнала грабителей. Они так и не смогли сорвать куш. На пустыре они бросили машину, на которой приехали на дело, подожгли ее и разъехались в разные стороны. Когда Маркус остановился у дома и достал сумку с деньгами из багажника, в него выстрелил какой-то парень в маске. Он всадил в него несколько пуль, а затем приставил пистолет к голове и нажал на спусковой крючок. В этот момент у Маркуса перед глазами пронеслась вся его жизнь. Он вспомнил, как из обычного мальчишки превратился в наркоторговца. Он жил с мамой и не знал своего отца. Катрина делала все, чтобы обеспечить Маркусу достойную жизнь. Она работала с парнем по имени Маджестик и торговала под его началом наркотиками. Маркус знал об этом, и его это не волновало, ведь на вырученные деньги Катрина покупала ему крутые шмотки. Уходя на заработки, она оставляла мальца с бабушкой. Здесь и без того жили все ее родственники, но Маркусу находилось место. Катрина платила, чтобы за ним присматривали. Правда, бабушка не брала денег, но другие родственники не отказывались. Пока мамы не было дома, Маркус гулял с ребятами, тусовался с Шарлин и записывал рэпчик собственного исполнения. Однажды, когда они с Катриной ехали по улице, та заметила, что на ее точке торгует какой-то левый чувак. Она набросилась на него, и пришлось Маджестику разруливать ситуацию. В жизни Маркуса тоже назревали перемены. Он записал неприличный трек для Шарлин, и когда ее семья услышала это, они отослали девочку к бабушке, чтобы ограничить ее общение с начинающим рэпером. Вскоре после этого Катрину убили и сожгли в ее же доме. Маркус узнал об этом, когда был в школе. На похороны пришел криминальный босс Левар. Он был главным у них на районе. После смерти матери жизнь Маркуса изменилась. Он остался у бабушки. Ему приходилось носить старые кроссы, спать в повалку с родней и драться за место на койке. Когда он взбунтовался, его переселили в подвал. Здесь было грязно и сыро, но Маркус не жаловался. Чтобы заработать на новые кроссы и приличные шмотки, он начал торговать порошком. Однажды он зашел на чужую территорию, и его хорошенько отделали конкуренты. За него вступился Маджестик. Он взял мальца под свое крыло. Когда Маркус разжился деньгами, он первым делом купил себе пушку. Теперь он стал гангстерэпером. Время шло, но Маркус так и не перебрался из подвала в более приличное жилье. Заработков хватало, чтобы не жить в нужде. Но уличные торговцы получали не особо много. Зато Маркуса уважали на районе. В школе его поймали с порошком и отправили под суд. Судья назначила ему штраф в 500 долларов. Из-за этого он поссорился с бабушкой и дедушкой и съехал из их дома. Маркус продолжил писать рэп и торговать на улицах. Маджестик наставлял и обучал его и таких же, как он. В это время у них возникли терки с колумбийцами. Они не могли поделить территорию. Но Маркус лихо разобрался с этими ребятами. Его заметили, и он начал сколачивать свою команду. Теперь он работал с Кэриллом, Джастисом и Антуаном. Они устраивали чумовые тусы на хате у Маркуса. Но даже после самого безбашенного загула, он поднимал своих ребят и отправлял торговать на улицу. При этом Маркус начал присматривать себе машину. Он увидел на одной барахолке 500-й Мерс и загорелся идеей купить его. Продавец намекнул, что такая тачка стоит недешево. Но Маркус не привык отступать. Он начал копить деньги. Тем временем подростки из его квартала принялись захаживать в магазинчик азиатов и воровать там товары. Им это надоело, и они пристрелили ребятишек. После их смерти Левар решил уладить разногласия с Дель Гато. На похоронах его познакомили с Маркусом. И тут выяснилось, что большой босс знал его маму. Когда вражда с колумбийцами закончилась, Маджестик начал продвигать одного второсортного рэпера, а Маркус наконец накопил себе на машину. Он купил тот Мерс и сразу поехал кататься. На нем Маркус подкатил к музыкальному продюсеру и вручил ему кассету со своим рэпом. Когда он с кентами катался по району, он заметил Шарлин. Они поболтали и пошли перекусить. Шарлин теперь занималась танцами и не подозревала, что ее застенчивый друг детства стал матерым гангстером. Маркус работал лучше большинства людей Маджестика. Маджестика, что и позволило ему купить крутую тачку. Однако, узнав об этом, Маджестик дал понять, что лучше не высовываться, чтобы не привлечь внимание копов, особенно при их профессии. Когда Маркус тусовался в клубе с Шарлин и своими ребятами, туда зашел парень с пушкой и открыл по ним огонь. Антуана подстрелили и теперь он не мог ходить. Узнав об этом, Маркус решил отомстить за друга. Несмотря на протесты Шарлин, они с друганами поехали к колумбийцам, и Маркус ранил того стрелка из клуба. Он выстрелил ему в ногу, но убивать не стал, ведь Антуан все-таки остался жив. Вскоре после этого к Маркусу наведались полицейские и нашли в его квартире наркотики. Кто-то из своих подкинул ему порошок. Его забрали в участок, но потом отпустили. Нападение на колумбийцев не прошло незамеченным. Левар собрал своих подчиненных, чтобы объяснить, что из-за этого у него будут проблемы. Ему придется исчезнуть на некоторое время. За главного он оставляет Оделла. И это не нравится Маджестику. Он рассчитывал, что его поставят во главе преступной организации. После этой сходки Маркуса все же отправляют в тюрьму. Здесь его пытаются убить в душевой, но за него вступает Собама. Эти двое становятся друзьями. Пока Маркус мотал срок, люди Маджестика убили полицейского. Из-за этого Левара тоже посадили. А Маджестик взял управление организацией в свои руки. Он подставил Оделла, объявив его предателем. Перед тем, как убить Оделла, он заставил Джастиса вырвать его золотые зубы. После такого парнишка долго не мог прийти в себя. Развернулась новая война с колумбийцами. И те начали прижимать Маджестика. Пришлось ему пойти на мировую с Дель Гато. В тюрьме Маркус продолжил записывать свои треки. И они пользовались большой популярностью у заключенных. Даже охранники знали слова его песен. Однажды к нему пришла Шарлин и сказала, что ждет ребенка. Когда Маркус откинулся, Маджестик приехал за ним. Он хотел, чтобы тот стал его правой рукой, но Маркус отказался. Слушай, а на что мы жить будем? Бама тоже освободился, и они вдвоем хотели раскручивать Маркуса как рэпера. Несмотря на отказ, Маджестик не стал его наказывать. После освобождения друга, Бама познакомился с Джастисом, и тот ему не понравился. Он задавал слишком много вопросов и мельтешил на заднем сидении машины, действуя на нервы. Вместе с Шарлин Маркус переехал к морю. Они готовились к появлению на свет малыша. Узнав, что Маркус продолжил заниматься рэпом, Маджестик предложил контракт через Джастиса, однако тот отказался. Он не хотел связывать себя кабальными условиями. Узнав об этом, Маджестик зашел в гости к Шарлин. Она недавно родила малыша, и бандит дал понять, что ребенок пострадает, если Маркус не будет проявлять к нему уважения. Молодому отцу это не понравилось. Он собрался унизить Маджестика публично, чтобы тот больше не лез к его семье. Маркус записал трек о Маджестике, и Джастис доложил об этом боссу. Тот приказал убить Маркуса и Баму, но покушение пошло не по плану, и эти двое остались живы. Поняв, что не сможет их прикончить, Маджестик сделал так, чтобы им отказали все студии звукозаписи. Маркусу нужны были деньги, и Бама предложил пойти на ограбление. Он узнал, где находится подпольный банк Дель Гато. Надо было только собрать ребят и обнести это заведение. Легкое дельце. Да только оно привело к тому, что Маркуса подстрелили. Когда убийца приставил к его голове пистолет, бабушка Маркуса выбежала на улицу и закричала. Он отвлекся, и выстрел получился неточным. Киллер прострелил ему лицо и сбежал. Маркуса отвезли в больницу, где он родился заново. Он чуть не умер, но врачи его откачали. Джастис вернулся к Маджестику и сказал, что прикончил Маркуса. Это он напал на друга посреди ночи. Но Маджестик знал, что покушение было неудачным. Он в ярости зарезал Джастиса. Маркус вернулся домой и начал понемногу восстанавливаться. Он был потерян и мучился от боли. Шарлин не могла видеть, как сдается ее любимый. Поэтому она вызвала его на откровенный разговор. После него Маркус изменился. Он постепенно становился прежним и даже продолжил заниматься музыкой. Хотя голос после ранения ему все же не нравился. Зато Шарлин говорила, что теперь он стал лучше прежнего. В нем больше боли. Точно. С записью музыки ему помогали Кэрил Бамма и Антуан. Карьера пошла в гору. Маркус записывал новые треки и его записи расходились на улицах большими тиражами. Его ставили в клубах и это не нравилось Маджестику. Когда начал играть трек Маркуса, он приказал выключить его. На этом фоне начинающий рэпер решил навестить Левара в тюрьме и тот рассказал, что был близок с его матерью. Из разговора с ним Маркус понял, что Левар и есть его отец. Маджестик тоже любил Катрину. Однако из ревности он прикончил ее. Левар в тот день был в ее квартире и видел ее мертвое тело. У Маджестика начались проблемы с колумбийцами из-за беспорядков в его районе. Он решил встретиться с Маркусом и расставить точки над И. Навстречу тот надел бронежилет, потому что не ждал ничего хорошего от убийцы собственной матери. Маджестик пришел, чтобы заставить Маркуса проявить уважение. Он не должен публично унижать его. Маджестик предлагает ему просто выйти и сделать совместную фотографию перед всеми, показать, что они друзья. Маркус отказался. Тогда Маджестик спровоцировал его. Он наклонился к нему, чтобы обнять, и сказал на ухо, что попользовался Катриной перед ее смертью. Маркус набросился на него, но их разняли. Тогда Маджестик вынул нож из трости и попытался убить его. Бама выстрелил в Маджестика. В этот момент у Маркуса был выбор, убить его или оставить в живых. И он выбрал третий вариант. Маджестика убил Бама, а Маркус отправился на сцену и снял свой бронежилет. Ему больше нечего было бояться. Теперь он мог спокойно читать рэп. Это все на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите больше подобных роликов.